Девочка Девочка Во всяком случае в Приморье к таким экспериментам специалисты не готовы. Посоветовали обратиться в Москву. Там помочь Даше согласились. Через Росфонд мы попали на операцию первый раз. Дашу удалили, короче, язычок сделали. Приехали мы домой, она стала общительная такая, мы более подвижная. Операция стала настоящей путевкой для Даши в детский сад. Туда она пошла с большим удовольствием. Сразу нашла друзей, но главное, теперь никто не заостряет внимание на Дашиной проблеме, как это было до операции. В принципе, мы сами виноваты. Мы ее никуда не водили, мы никуда не показывали. А если пойдем где-то куда-то с ней, то идут все, смотрят, и дети особенно пальцем показывали. С тех пор Даша перенесла еще одну операцию по удалению мешающих мягких тканей. А теперь готовится к третьей, заключительной. Все три операции в Институте челюстной лицевой хирургии в Москве платные. Стоимость третьей – 277 тысяч рублей. Уже два раза Даша помогал собрать средства РУСФОНД. Свою помощь предлагали совершенно незнакомые люди. Добрых людей много. Я никогда не думала, что такие отзычевые. Прямо и домой звонили, и предлагали все. Сегодня всю историю Даши рассказывает ее родная бабушка, которая является опекуном девочки и старшего брата Димы. В поиске вариантов лечения Даши их мама не заметила серьезных недомоганий у себя. Вскоре у нее обнаружили последнюю стадию рака. В результате мама так и не дождалась, когда дочери сделают первую операцию. А на вопрос, откуда у Даши такой диагноз, врачи предположили, что заболевание наследственное. Скорее всего, по матери, наверное, линии. Вот она моя дочь, я что говорю. Поэтому у нее, как вот, видите, вот у нее на шейке пятнышки по телу. Вот такое же было у матери все. Вот как это признаки маленькой стадии нейрофиброматоза. После смерти матери вся забота о детях легла на плечи бабушки. Сейчас ей 66 лет. Времени думать о своих делах и проблемах у Натальи Васильевны теперь нет. К тому же внучка на месте сидеть не любит. То танцует, то поет, то наряжается. По отношению к моде Даша компромиссов не терпит. Тщательно подбирает одежду и аксессуары. Даша, ты что, сама себе челку, что ли, отрезала? Да. Твердый характер малышка проявляет практически во всем. И в борьбе с заболеванием, и в мелочах. Старший брат, к слову, полный антипод беспокойной Даши, уверен, Дарью ждет интересное будущее. Но больше всего мне напоминает, что она может стать этим, как там, президентом. Интересную профессию себе пророчит и сам Дима. Хочет стать инженером или полководцем. Но пока в подчинении будущего военного активная младшая сестра, за которой глаз да глаз. То в домино с ней поиграй, то дай волю творчеству. Иначе интересные рисунки можно найти в самом неожиданном месте. Дима вспоминает, как Даша разрисовала рабочую школьную тетрадь. Хотел проверить, и у меня там все было, не понять, что творилось. Все в черточках, каракулях каких-то. Дима рассказывает, с сестрой хоть и сложно, но все же общий язык находить приходится. Общая комната и общие секреты. Когда нужно, и бабушке ничего про сестру не расскажет. А Даша всегда поддержит в любой активности. Активность Даши передалась и читателям Русфонда. Необходимую, хоть и немаленькую сумму удалось собрать еще до выхода сюжета на восьмом канале. Причем собрали даже больше, чем требовалось. Пример Даша Лепчук еще раз доказывает, в Приморье живут неравнодушные люди. А я напоминаю, что все деньги, которые собраны сверх необходимой суммы, пойдут на лечение и на операции другим детям, подопечным Русфонда. А номер, на который можно отправить короткое СМС со словом «Дети» все тот же 5542. Операцию Даша планирует сделать в конце февраля. А помочь деткам, у которых еще нет собственного видеосюжета, можно уже сейчас. Способов очень много, подробнее о них на сайте Русфонда. Подарите детям возможность радоваться жизни. Инна Щедрова, Андрей Макаров. Новости на восьмом. Русфонда.